Видимо, японцев не научила природа тому, что нельзя создавать на их территории вот такие вот опасные объекты. Потому что Япония, насколько я знаю, это сейсмически опасная зона, и они просто живут на землетрясениях постоянно. Или если они строят эти, то они должны быть настолько надежны, что выдерживали вот эту волну, которая там 10 метров была. В основном-то из-за чего? Они потом оправдывались и говорили, а мы рассчитывали, волна будет 5 метров. Надо рассчитывать на 20 метров. То есть, как бы порог... Скорее всего, порог безопасности был больше, да, у этой станции. Причем построили его прямо на берегу моря, понимаете? Прямо на берегу моря, где наиболее опасна вот эта волна, это может цунами подействовать. А то, что это сейсмически страшно опасно, там видно даже из геодезии. Ну, мы сейчас просто наблюдать начали это все, смотрим на карту. Там Япония, это вот такой вот остров, как бы скала такая, а там у нее внизу такая огромнейшая впадина рядом. То есть, ее постоянно будет трясти. И почему они построили эту станцию, это для меня загадка вообще. Я был уверен, что там не строят эти станции, эти атомные электростанции. Но вот видите... Мне хочется добавить, конечно, для... То есть, говоря так, это наказание за гордыню, понимаете? Вот это мое такое мнение. Для Японии даты рождения, например, атомной электростанции у нас нет, и мы это не изучали. Но мы еще в прошлом году, делая свой календарь, астрологический календарь для Украины, обратили внимание на один интересный факт, что в марте, апреле семь планет заходило в знак Овна. И сейчас они уже перешли в знак Тельца. Овен — сложный знак. И парад планет, который проходил по этому знаку, конечно, включил вот эти необратимые процессы. И мы говорили, что эти месяцы будут сложные. Видите, они проигрались не для Украины, потому что действительно карту Украины не задевает никак эти семь планет. Но вполне возможно задевают карту Японии. Мы не все даты знаем. Спасибо.